Жан Лабрюер, французский писатель. Годы жизни. 1645-1696. Большинство людей употребляет лучшую пору жизни на то, чтобы сделать худшую еще печальнее. Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь. Для светских женщин садовник – это просто садовник. Каменщик – это просто каменщик. А для женщин, ведущих более затворнический образ жизни – каменщик и садовник, еще и мужчины. Не спастись от искушения тому, кто его боится. Женщины с легкостью лгут о своих чувствах, а мужчины с еще большей легкостью говорят правду. Жизнь – это трагедия для тех, кто живет чувствами. И комедия для тех, кто живет умом. При зарождении любви и при ее закате люди всегда испытывают неловкость, оставаясь наедине друг с другом. Большинство людей убеждены, что заслуживают успеха, но не надеются на него. Мало на свете таких семей, которые выигрывают от близкого знакомства с ними. Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную. А женщина, наоборот, лучше хранит свою, чем чужую. Мы преисполнены нежности к тем, кому сделали добро, и ненавидим тех, кому нанесли обиды. Ненависть – столь длительное и такое неискоренимое чувство, что главный признак близкого конца больного – это смирение собственной болезнью. Нужно быть абсолютно глупым человеком, чтобы под воздействием любви, ненависти или нужды вообще не поумнеть. Стараться забыть кого-то – это значит все время о нем думать. У детей нет ни прошлого, ни будущего. Зато, в отличие от взрослых, они умеют жить настоящим. У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им. А у любимых видим те, из-за которых страдаем сами. Часто люди падают с большой высоты от тех же недостатков, которые позволили им этой высоты достичь. Я бы еще добавил, что не только из-за недостатков, но и из-за достоинств. То есть люди иногда падают с большой высоты из-за тех же достоинств, которые позволили им эту высоту достичь. Ну, как пример, например, честность. Люди, достигшие больших высот, например, на поприще политики, страдают из-за своей честности и могут из-за нее потерять карьеру. Бывает такое. Человек, который утверждает, что не родился счастливым, мог бы хотя бы радоваться счастью близких ему людей. Но из-за зависти он лишен даже этой радости. Чем ближе мы соприкасаемся с великими людьми, тем более нам ясно то, что они простые люди. Например, своим слугам они вовсе не кажутся великими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok